Российская армия сегодня продемонстрировала свою мощь и позволила заглянуть в будущее. На первом международном военно-техническом форуме объявлено об испытаниях комплексов за горизонтального обнаружения воздушных целей. Иными словами, российские радиолокационные станции, вопреки законам физики, смогут видеть противника сквозь землю. На выставке армии 2015 собраны новинки оборонных предприятий со всей России, от аэрокосмических технологий и тяжелых вооружений до экипировки. Как все это работает на земле и в воздухе, потенциальные покупатели, приехавшие из 70 стран мира, смогли убедиться тут же на подмосковном полигоне. Репортаж Анны Воропай. Вот она, вся мощь российской армии в действии. На этой выставке экспонаты не просто стоят на полках, они плавают, летают и даже стреляют. Причем снаряды падают всего в сотни метров от зрителей. Тем временем в небе появляется авиация. Сначала вертолеты, пара за парой, после пилотажная группа «Соколы». Су-27 и Су-30, то идеально держат ровный ромб, то разделяются, потом идут на сближение и демонстрируют бой в воздухе. А на воде, как будто из ниоткуда появляется понтонный мост. По нему тут же приправляют технику. Танк форсирует реку на плавающей платформе и после высадки сразу идет в атаку. А там уже высаживается десант. Без парашютов, прямо на тросах. Попадают в самую гущу. На земле работает солнцепек. Тяжелая огнеметная система сразу выпускает все залпы. Но российская армия может даже больше, чем на этих показательных выступлениях. Владимир Путин, он приехал на открытие выставки, сообщил, теперь войска способны разглядеть противника практически сквозь землю, за горизонтом. В апреле начата полноформатная работа радиолокационной станции в городе Армавире. В ближайшие месяцы предстоит госиспытание нового радиолокационного узла за горизонтного обнаружения воздушных целей. Впоследствии он будет контролировать западное стратегическое направление. Такой же узел с этого года будет создаваться и на восточном направлении. Курсанты научных род показали президенту новинки. Вот этот блок полностью российская разработка. Он предназначен для управления различными узлами космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. На сегодняшний день доля импортной компонентной базы в подобных блоках достигает 80%. В то время как данные разработки задача по импортозамещению решена полностью. Переход на отечественную компонентную базу позволяет не только уменьшить стоимость данного блока в два раза, но и снизила время на разработку подобного блока более чем в четыре раза. И позволила снизить энергопотребление на 30%. Владимир Путин подтвердил, к 2020 году доля современных опросов оружия в российской армии должна вырасти до 70%, а в некоторых случаях до 100%. Только в этом году состав ядерных сил пополнит более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет, которые будут способны преодолевать любые, даже самые технически совершенные системы противоракетной обороны. На площадках выставки все, что российская оборонная промышленность выпустила за последние 10 лет. Т-90, Тайфуны, Мустанги, БМП-3 и крылатая пехота, БМД-4. Товар, что называется, лицом, почти как в супермаркете. Здесь создан комплекс, образно можно назвать такой оборонный супермаркет, который вооруженным силам других стран можно приехать, посмотреть, попробовать, поездить, пострелять, приобрести. И Сергей Викторович Чемизов предложил идею и сразу обучить работе или воевать на приобретенной военной технике. Другие страны российской техникой давно интересуются. В Кубинку приехали представители 70 зарубежных делегаций. Организаторы ожидают, в парке «Патриоты» будут подписаны многомиллионные контракты. Ведь здесь множество новинок. Концерн «Калашников» представит свое совсем новое изделие. Это пистолет Лебедева. Этот пистолет с повышенной эргономикой и большим запасом патронов. Впервые широкой аудиторией будет презентован вертолет К-52К. Он разработан на базе известной машины К-52 «Аллигатор» для военно-морского флота России. Увидеть все эти разработки можно будет в течение трех дней работы выставки. Но и после ее окончания в парке «Патриот» будет не менее интересно. Здесь собираются сделать музей военной техники, а также открыть площадки для отдыха и экстремального спорта. Чтобы мощь российской армии смогли оценить уже не только специалисты.